Баленезийская свинина с обжаренной фасолью и золотистым рисом. Изумительная свинина по-юкатански, забыть ее вкус невозможно. И, наконец, настоящее барбекю-блюдо, кусочки свинины с горчичным соусом по-южнокаролински. Ничто не способно будоражить воображение истинного барбекю-мастера, так как мысль о поджаристой свиной лопатке. Меня зовут Стивен Райклан, я нахожусь в Южной Аризоне, в городе Тубак. Давайте начнем жарить. Искусство гриля вместе со Стивеном Райкланом. Многие любители барбекю обрадуются, увидев такой кусок мяса. На юге США барбекю означает только одно – обжаренную и закопченную свиную лопатку. Любители гриля по всему миру без ума от ароматного куска мяса с хрустящей корочкой. Сегодня я покажу, как готовить свиную лопатку по-каролински, по-юкатански и даже по-баленезийски. Если вы любите свинину и гриль, то это то, что нужно. В Северной Каролине мясо расщепляется и смешивается с соусом винегрет. В Южной Каролине мясо либо расщепляется, либо тонко нарезается и смешивается с горчичным соусом. Итак, каролинская версия. Как несложно догадаться, все начинается со смеси для натирания. Смешиваем горчичный порошок, соль, черный перец, белый перец, сладкую паприку, чесночный порошок, луковый порошок и каенский перец. Не надо все записывать, этот рецепт имеется на нашем веб-сайте. Перемешиваем все ингредиенты кончиками пальцев. Разминаем все комочки горчичного порошка, посыпаем свиную лопатку горчичной смесью и втираем ее в мясо. Теперь пора перейти к коптильне. Это устройство, в которое помещается емкость с водой. На дне угли и мокрые щепки, в центре емкость для воды. Помещаем свиную лопатку на верхнюю решетку и закрываем крышку. Сбоку небольшая дверца, открыв ее, закладываем внутрь несколько кусков смоченного в воде дерева гикори. Закрываем боковую дверцу, а сейчас приготовим соус для смазывания мяса. Берем миску со столовым уксусом, добавляем дижонскую или обыкновенную горчицу, насыпаем соль, черный перец и приливаем воду. Этот соус используется во время приготовления свинины, чтобы увлажнять мясо и насыщать его дополнительным вкусом. Для нанесения такого соуса используется такая миниатюрная швабра. Если вы побываете на барбекю в Каролине, то увидите, как народ использует обычные чистые швабры для пола, чтобы смазывать множество кусков свинины. Здесь коптятся еще три куска свиной лопатки. Этот будет готовиться дольше всего. Он будет коптиться около трех часов. Свинину нужно смачивать соусом каждый час. Перед нами еще одна разновидность коптильни. Она устроена сложнее, чем первая. Это так называемая огненная камера, в которой горит уголь, создавая температуру, а также тлеют щепки гикори, образуя дым. Устройство позволяет медленно коптить свиной лопатки в течение шести часов при температуре 120 градусов Цельсия. Готовая свиная лопатка должна быть нежной, чтобы мясо можно расщеплять пальцами. Можно использовать специальный термометр для мяса. Температура внутри куска должна составлять примерно 90 градусов Цельсия. Ну вот, кажется, все готово. Сейчас я их выну. Посмотрите, какая вкуснятина. Перед нами готовые свиные лопатки. Обычно свинину рвут на мелкие кусочки пальцами. Смотрите, вот это дымовое кольцо. Оно образуется в результате химической реакции, протекающей при взаимодействии мяса с дымом. Для мастеров барбекю кольцо является чем-то вроде почетного знака. Оно говорит о том, что свинина приготовлена идеально. Итак, расщепляем свинину на кусочки. Смотрите, какая она нежная и сочная. При надавливании она прямо брызжет соком. Я покажу, как делать настоящий бургер. Берем булку и накладываем на нее кусочки свинины. Добавляем пару ложек каролинского горчичного соуса. И, наконец, кладем пару ломтиков маринованного огурца. Таким сэндвичем уж точно можно наесться. Копченая свинина, маринованный огурчик, острый горчичный соус – вот и все, что нужно для наслаждения. Когда я впервые посетил Бали, я хотел узнать, как готовится традиционный баби-гулинг, то есть балинизийской жареной свинины. И один мастер научил меня этому. Он разбудил меня в 4 утра, мы отправились на ферму. Там мы выбрали свинью, а затем, решив порадовать американского гостя, мастер вложил нож в мою руку и позволил сделать все самостоятельно. В стране, помешанной на барбекю, баби-гулинг является национальным достоянием. Обжаренные свинины с острова Бали способны пробудить аппетит в любом индонезийце, ведь секрет заключается в бамбу – острой пасти из имбирного корня и свежего лемонграсса. Давайте приготовим очередной барбекю-шедевр из свиной лопатки. Когда-то Индонезия называлась «островами специй». Местные маринады невероятно ароматны. Для приготовления одного из них мы смешиваем лук-шалот, перец-чили, нарезанный имбирный корень, порезанный лемонграсс, а вот так выглядит стебель лемонграсса. Если его сдавить, чувствуется приятный аромат лимона. Но при этом трава совершенно не кислая. Добавляем чеснок, молотый кориандр, черный перец, немного коричневого сахара, крупную соль и куркуму. Перемешиваем все эти ингредиенты. Когда я был на острове Бали, то увидел, что это делают при помощи огромной ступы и пестика размером с бейсбольную биту. Когда сухие ингредиенты перемешаны, добавляем пару столовых ложек растительного масла и немного свежего сока лайма. Это паста очень необычна, потому что перед нанесением на мясо ее обжаривают. Зачем нужно обжаривание? Оно способствует высвобождению ароматических масел и специй и лемонграсса. Аромат бесподобный. После того, как паста обжарится, кладем ее в миску и остужаем. Это свиная лопатка без костей, весом около двух килограммов. Теперь надо частично разрезать мясо. При помощи острого ножа разрезаем мясо сбоку параллельно столу почти до конца. Теперь раскрываем его как книгу и делаем разрез в каждой половине. Надо увеличить площадь поверхности мяса, соприкасающейся с нашей пастой. Мясо подготовлено. Берем половину объема пасты и распределяем по внутренней части куска. Затем складываем свинину обратно. Теперь надо ее связать. Берем четыре хлопковые нити. Продеваем конец веревки в петлю дважды и натягиваем оба конца. Этот хирургический узел удерживает веревку на месте и позволяет завязать узел. Распределяем остатки бамбу по поверхности мяса. В принципе, и свинину можно уже готовить, но она будет вкуснее и ароматнее, если помариновать ее 4-6 часов, а лучше всю ночь. Ну вот, перейдем к грилю. Копчение не является частью индонезийской традиции барбекю, так что мясо можно готовить на газовом гриле. Я включил инфракрасную горелку. Особенность гриля заключается в том, что в качестве источника тепла используется нагреваемое газом керамическое покрытие. Для ускорения процесса можете зажечь внешние горелки, и мясо будет готовиться за счет инфракрасного излучения и жара соседних горелок. Итак, берем вертел, закрепляем на нем зубцы, и далее нанизываем на вертел кусок свинины. Его нужно насадить на два зубца. Теперь берем вторую пару зубцов и как следует закрепляем мясо на месте. Ну вот. Наконец, вставляем один конец вертела в отверстие вращающего мотора, а другой конец в крепеж с противоположной стороны. Не забудьте перед включением подложить под кусок мяса пару емкостей, в которой будет капать жир. Вот так. Готовится будет час-час четвертью. Существует несколько способов проверить готовность мяса. Оно должно приобрести золотисто-коричневый цвет и стать твердым на ощупь. Но самый безопасный способ это использование термометра для мяса. Вставляем его в центр куска свинины, не касаясь при этом металлического вертела. Около 80 градусов Цельсия нам нужно. Итак, снимаем боби-гулинг, вынимаем зубцы и снимаем мясо с вертела. Никогда не подавайте мясо горячим. Пусть постоит минут 10, тогда оно станет более сочным. И, конечно, не забудьте снять нити, которыми мы обвязали кусок. Давайте нарежем свинину и посмотрим, что получилось. Смотрите, какое сочное мясо. Приятно на него надавливать. Лемонграсс и имбирь делают его ароматным. Жареные свинины с ароматом лемонграсса и имбиря. Индонезийский желтый рис, огуречный салат, а также фасоль, обжаренная в кунжутных зернах. Приятно готовить истинно индонезийское блюдо в Аризоне. Свиная лопатка, по-болинезийски просто объедение. Впервые я попробовал блюдо под названием Коченито пибил в День Святой Гваделупы. Это большой религиозный праздник, который отмечается в Мексике. Празднование проходит очень бурно, сопровождается салютом. Я познакомился с поваром, готовившим Коченито пибил в деревушке, которая расположена близ города Кампетчи, на западном побережье полуострова Юкатан. Мексиканская версия блюда из зажаренной свинины называется Коченито пибил. Рецепт пришел к нам с Юкатана. Мясо готовится в обертке, называемой пип. Если вы ищете новый способ приготовления свиной лопатки, то это как раз то, что нужно. У этого блюда две особенности. Первая – это маринад. В его состав входит ингредиент, с которым вы, скорее всего, не знакомы. Это паста Ачёте. Она готовится из семян карибского кустарника Ачёте или Анан. Паста имеет пряный аромат. Добавляем зубчик чеснока, который я обжарил. Если нанизать их на зубочистку, они не провалятся сквозь прутья. Следом добавляем лук, который был обжарен таким же образом. Разрезаем каждый кусок пополам, чтобы он перемололся более равномерно. Насыпаем свежемолотый тмин, орегано, а также соль и перец по вкусу. Если вы делаете соус или маринад в блендере, сначала размалывайте твердые компоненты, затем постепенно добавляйте жидкие. Свежевыжатый сок лайма, свежевыжатый апельсиновый сок и немного винного уксуса. Кончиком ножа делаем в лопатке проколы глубиной около двух сантиметров. Это для того, чтобы маринад мог проникнуть в глубину мяса. Распределяем половину пасты и отчеты по дну. Вот так. И выкладываем сверху свиной лопатку. Затем распределяем остатки маринада по мясу. Можете протолкнуть маринад в полости, проделанные ножом. Коченита пибилл будет еще вкуснее, если оставить свинину мариноваться на четыре часа или лучше на ночь. Сегодня мы будем готовить кочениту пибилл на угольном гриле. Напоминаю, нам понадобится уголь, разожженный в специальной емкости. Под него кладется либо скомканная газета, либо кусок парафина. Угли раскаляются минут за двадцать. Прелесть емкости для разжигания в том, что в ней они нагреваются равномерно. Сейчас мы подготовим гриль для непрямого обжаривания. Сбрасываем угли на дно. Распределяем их на две кучки в разных концах гриля. Эта ручка поможет не промазать и высыпать уголь в нужное место. В центре между углами ставим две алюминиевые емкости, чтобы собирать жир, капающий со свинины. Ставим на место решетку гриля. А теперь самое интересное. Помните, я говорил про две особенности коченита пибилл. Первая – это маринад, а вторая – это то, что мясо готовится в банановом листе. Банановые листья привносят характерный приятный вкус. Кладем свинину жирной стороной вверх. Мне надо перевернуть мясо. И поскольку у нас осталось немного маринада, можно смазать им вверх. Накрываем свинину одним листом сначала, а затем вторым вот таким образом. Засовываем один край бананового листа под другой. Можно скрепить листья при помощи зубочисток или бамбуковых палочек. Итак, при непрямом обжаривании, когда угли находятся у стенок гриля, свинина кладется в центр. Я не стану класть на угли мокрые щепки, поскольку весь вкус обеспечивается маринадом, отчетой и банановыми листьями. Итак, пора накрыть гриль крышкой. Открываем вентиляционное отверстие для циркуляции воздуха. Свинина готовится при температуре 180 градусов 2-2,5 часа. Когда мы вынем мясо, его температура будет составлять 90 градусов. А пока я покажу, как готовится сальса, которую подают с коченитой пибилл. Сальса называется шнипек, так что означает собачья морда. Кстати, она жутко острая. Основной ингредиент чили хабанеро, который в 50 раз острее чили халапеньо. Добавляйте к нарезанным помидорам столько хабанеро, сколько сможете съесть. Затем свежую нарезанную кинзу, сладкий измельченный лук, и доливаем свежий сок лайма и апельсина. Наверное, вам интересно, почему я добавляю именно такой сок. Дело в том, что обычно эта сальса готовится с использованием наранха агрия, кислого апельсина, вкус которого напоминает сочетание соков апельсина и лайма. Скорее всего, вам не удастся достать кислый апельсин, зато обычный апельсин и лайм найти легко. Ух ты, как остро! Проверим, как там свиная лопатка. Кажется, готово. Мясо мягкое, но чтобы убедиться, воспользуемся термометром для мяса. Нам нужна температура 90 градусов Цельсия. Да, мясо приготовилось. Какая большая свиная лопатка. Прежде чем разрезать мясо, остудите его минут 10, поскольку тогда оно будет сочнее. Последнее, что нам нужно, приготовить кукурузные тортильи. Я слегка обжарю их на огне. Только посмотрите. Подам все прямо в банановых листях. Я покажу, как это следует есть. Отрезаем кусок. Нарезаем его на небольшие кусочки. А вот так все собирается вместе. Тортилья, немного кочанитый пибил. Добавляем сальсу шниппек. И юкатанский маринованный лук. Рецепт есть на нашем сайте. Это восхитительно. Итак, копченая свинина по-каролински, боленезийский баби гулинг на вертеле и жгучие коньячиты пибил с юкатана. Такой свиной лопатки вы еще никогда не ели. До скорых встреч. Для получения более подробной информации о рецептах, посетите наш сайт в интернете. Я зашел в ангар, было темно, отовсюду раздавались громкие хлопки и выстрелы. Потом я увидел перед собой кучи земли. Сначала я не понял, что это такое. Мой знакомый взял лопаты и начал раскапывать одну кучу. Под насыпью обнаружилась металлическая коробка. А в этой коробке лежал поросенок, который был замаринован в смеси семян ачиоты. На самом деле, эта смесь называется рекада-роха.